Цены на экспортное зерно Ставропольского края не будут падать. Это связано с низким урожаем ячменя, пшеницы и кукурузы в Бразилии, Турции и Египте. Об этом сообщили на заседании Министерства сельского хозяйства региона. При этом ценовая ситуация на рынке зерна в Северокавказском и Южном федеральных округах практически не изменилась и сохранилась на уровне от 10,5 до 11,5 тысяч рублей за тонну с учетом НДС. Однако основной темой заседания стала ситуация с плодово-ягодными садами края, которых к началу года на Ставрополе было около 11 тысяч гектар, в том числе больше 7 тысяч гектар плодоносящих и почти 4 тысячи гектар молодых. В этом году из-за относительно холодной весны оказался низкий урожай по нескольким видам ягод. Завершена уборка земляники, валовое производство составило 287 тонн, это 87% от уровня прошлого года. Собрано черешни 87 тонн, тоже 86% от уровня прошлого года. Это связано с тем, что были заморозки, можно сказать даже морозы 21-24, эти культуры заметно пострадали. Продолжается сбор летнего яблока, собрано уже свыше 500 тонн, это половину больше прошлого года, но это связано с тем, что ходят новые площади плодоноошения, поэтому валовый сбор больше. Собрано больше сливы, 102% вишни, 121%. А вот что касается размеров виноградников, то здесь Ставропольский край в четверке лидеров по стране, после Краснодара, Крыма и Дагестана. На сегодняшний день площадь виноградных насаждений Ставрополя составляет больше 6 тысяч гектаров, в том числе больше 5 тысяч гектаров плодоносящих. Технические сорта, которые уходят на производство вина, почти 6 тысяч гектаров, столовые сорта около 500 гектаров. В Ставрополе есть чем гордиться. Мы самые крупные производители коньяка. Каждая третья бутылка российского коньяка это Ставропольская бутылка. Каждая десятая бутылка вина это тоже Ставропольская. Кроме того, подоторность виноградовства виноделия это одна из таких отраслей, которые, в общем-то, обеспечивают бюджет довольно серьезно. За 6 месяцев этого года мы проплатили уже полтора миллиарда рублей, что несколько выше уровня прошлого года. Также на заседании в министерстве подняли вопрос о ходе реализации проекта развития сельских населений. В его рамках в Ставропольском крае должны быть реализованы 13 крупных объектов, спортивные площадки, газификация и проведение водоснабжения. Практически все они уже находятся в разработке и будут завершены до конца осени. Алексей Кравченко, Александр Васюк, АТВ Ставрополь.